Всем привет! Сегодня у нас отрисовка персонажа и подготовка его под анимацию. Будем разбивать на слои, смотреть, как работают суставы, как их лучше всего отрисовать, чтобы не было потом проблем на этапе рига и впоследствии на анимации. Алгоритм примерно такой же, как и до этого, как мы рисовали с вами, и изометрию, и просто плоские картинки. Всегда начинайте с поиска референсов. Я уже подготовила себе референсы, которые мне нравятся. Обычно я также рисую скетч, но сегодня попробую показать процесс без скетча. Но я также рекомендую для новичков, для не новичков, неважно, лучше все-таки стартовать с этапа скетча. Так, ну давайте начнем. Что-нибудь наподобие этого. Я создала документы обычные, как и в предыдущий раз, 1920 на 1080 пикселей. Единственное, что в процессе рисования, после, когда уже все подготовим, возможно, эти параметры мы с вами поменяем. От чего это зависит? Ну, прежде всего, иногда я подготавливаю графику заранее большого размера. Допустим, 2000 пикселей на 2000 пикселей, или там 3 на 3000. Чтобы у меня не было проблем с крупными и, наоборот, более дальними планами. Чтобы у меня персонаж не пикселил, мой риг не слетал, чтобы все было классно и здорово. Предупредить эти моменты, эти баги. Так что, если вы заранее знаете, что у вас будет зум на персонажа, то я рекомендую, конечно, сделать сразу большое разрешение прямо в иллюстраторе. Там 2 на 2000, например, пикселей. И тогда у вас не будет этих проблем. Вы избежите этих таких неудачных моментов. Если вы знаете, что у вас персонаж не будет нигде зумиться, просто он будет максимум такой высоты, помещаясь в наш стандартный лист, то без проблем можете не заморачиваться с этим вопросом. Просто такой небольшой нюанс. Я начинаю рисовать всегда с головы. Мне так проще. И затем с помощью основного этого элемента, головы, мне легче, а затем считать пропорции. Чтобы лучше понять форму, я иногда рисую дополнительно в 3 четверти, например, голову или персонажа. Но для того, чтобы у нас с вами была полностью проработка персонажа хорошая, классная, в идеале, конечно, отрисовать его и в паз, допустим, и в 3 четверти, и в профиль. В частности, мы будем делать с вами походку этого персонажа, делать для него рик, поэтому нам нужен будет профиль или хотя бы 3 четверти. Продолжение следует... Что у нас будет в результате по цветам, я еще до конца не знаю, поэтому сейчас главное набросать форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... мне лично нравятся такие вариации пропорций когда у нас допустим идет такой очень яркий контраст у нас какие-то детали очень мелкие какие-то детали наоборот очень крупные и мне очень нравится это сочетание но вы можете выбрать свои референсы естественно самостоятельно посмотреть что вам больше больше всего подходит а 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 сейчас как видите я крашу все достаточно так небрежно брежно, не то чтобы очень аккуратно. Опять же, это все будет потом правиться. Буду подстраивать все под единый стиль. Ухо у нас располагается где-то здесь, примерно. Здесь я скруглю. Если рисуете кривыми такими, то следите за тем, чтобы у вас кривые были без заломов. Были интересные формы и был какой-то акцент, скажем так, в этой всей истории. Чтобы форма не просто рандомно как-то шла куда-то, непонятно почему и зачем, у вас должен быть какое-то общее направление. Здесь, например, будет сюда форма ложиться. поверх нашей головы. Так. Пока оставим так. Мне всем нравится здесь залом. Помните, что персонажа вы можете также красить в какие угодно цвета. Сейчас пока это удалим. Например, как здесь. Потрясающее разнообразие оттенков. Не обязательно, если волосы, то они обязательно должны быть коричневыми. Сейчас я вообще не не заморачиваясь над моментом с волосами, над тем, как у меня это будет выглядеть. А сейчас просто рисую основную форму. Единственное здесь, когда будете рисовать фаз, если будете рисовать фаз, то должно быть здесь все достаточно ровно и симметрично. Так как у меня сейчас он идет в три четверти, то я могу себе позволить такое некоторое искажение, а-ля перспективное сокращение. Но в целом старайтесь, чтобы все было прилично ровно, без заломов, без каких-то некрасивых моментов. Так, давайте начнем подбирать гамму, цветовую палитру. Мне нравится что-нибудь такое. Мне нравится сочетание яркого такого фиолетового и почти неоновый. Давайте попробуем, посмотрим. Только темнее. Можно этот оттенок сделать и потемнее, чтобы у нас был больше такой контраст между оттенком Я хочу создать новый слой и сделать темный бэкграунд. Нет, отлично подойдет для моей такой неоновой идеи. Совершенно иначе выглядят теперь цвета. Все выглядит очень ярко, насыщенно. На черном фоне просто класс. Ладно, тут затылок немного просвечивает. Давайте это исправим. Исправим. Можем саму голову подтянуть. Да. Как я уже сказала, мне лично нравятся такие крупные достаточно формы рук, ног. Мне нравится этот общий концепт. Силуэт. Как вообще лучше всего стилизовать перса, если вам совсем тяжело, чтобы не было такое ощущение, что он как конструктор собран из кружочков и квадратиков. Хотя такая стилизация тоже может быть и она вполне себе работает. Но если рисовать что-то более-менее органическое, скажем так, и стилизовать это все, то я советую рисовать общий силуэт. Допустим, вы уже примерно поняли, как у вас все это будет выглядеть, какую-то стилистику поймали. Рисуйте силуэт. Допустим, у меня будет такой а-ля широкоплечий мужчина и он будет уходить у меня, скажем так, какие-нибудь тонкие ножки. Или наоборот, он у меня будет как песочные часы силуэт читаться. Продумайте изначально, как будет читаться ваш силуэт, чтобы он подходил вам по настроению персонажа, по его, скажем так, роли, допустим, в какой-нибудь анимации, где он будет потом использоваться. То есть, если вам нужен, грубо говоря, стереотиповый мысль, нужен какой-то мужчина из серии Супермен, то, естественно, у него будут сразу широкие плечи и такой перевернутый треугольник силуэт. Если это плавная какая-нибудь, не знаю, домохозяйка в ролике какого-нибудь, то, наверное, у него будет наоборот треугольник вот такой. И она вся будет такая кругленькая и приятная. То есть, здесь уже вопрос идет стилизации персонажей. Персонаж не может быть просто ручки, ножки, голова и на этом все. Вот, персонаж готов. Старайтесь продумывать силуэты персонажа, чтобы они читали, сразу было понятно. Да, это мужчина, да, это старик там или это женщина. И тогда вам будет легче и персонаж будет узнаваемый уже сразу. Вот, зритель будет считывать это сразу же по силуэту. Так, я хочу сделать ему, наверное, что-то типа... Что-то типа такой плавной формы. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Пока вообще слишком не вылизываю я, как вы видите, свои кривые. То есть, они максимально так, безалаберно нарисованы. Сейчас просто прикидываем форму сначала. Так, и кроме того, еще можно считать, как я где-то делаю, расстояние и размер персонажа по головам. В принципе, в реальности в человеке помещается где-то 6, если это какой-то низкий человек. 6-8, если это высокий человек. Ну, в среднем 7 получается голов. Вы можете посмотреть, насколько у вас близки пропорции к реальности и в какую сторону вы хотите это все утрировать. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 голов. То есть, у меня too much, но у меня еще не настолько too much, чтобы, скажем так, это был уже дикий-дикий перебор. Понятное дело, что вы можете стилизовать и вы можете делать пропорции какие угодно. Главное, чтобы это гармонично смотрелось, чтобы у вас была какая-то закономерность. То есть, у меня тело будет условно на 2,5 головы. Какая-то пропорция появляется. У вас уже идет вопрос стилизации от силуэта к таким частным моментам, как уже взаимодействие. Сколько голов условно помещается в каждую часть тела. Давайте поднимем коленки ему, потому что коленки не могут быть так низко. Это будет выглядеть не очень. И мне нравится такая, скажем так, ретро-графика, когда мы с вами делаем, знаете, а-ля джинсы, высокая посадка или там какие-то джемперы такие из 80-х или 90-х. Мне просто вот эта стилистика ближе. Вы сами можете выбрать стилистику, которая ближе, естественно, вам. Просто мне это больше нравится. Так, я сделаю здесь небольшое такое скрупление, чтобы у меня персонаж был как бы не плоским, а более объемным. Руки тоже рисуем сначала большими формами, а потом уже добавляем детальки. Старайтесь так делать. Я делаю это вообще совершенно грубыми. Ну, если мне нужна такая органическая форма, более-менее, не, опять же, геометрические персонажи, роботы, куколки, то я рисую это все достаточно грубыми формами, потом сглаживаю, корректирую там, где мне это нужно. Так, здесь не совсем это удачно. Здесь у меня не очень удачно идет плечо. И из-за того, что у меня здесь такая кривая, она не супер ровно выровненная, давайте сделаем ее кругом. Что-то вроде такого. Тогда рука легче и лучше ложится. Очень большое здесь расстояние. Давайте у нас будет здесь, в локте, еще появится какой-нибудь такой залом, например. Залом выглядит не самым лучшим образом. Давайте сделаем здесь сужение, а здесь, например, немного расширим. Посмотрим тоже, как это будет выглядеть. Возможно, у нас сейчас будет перебор по этим всем таким деталькам. Нет, лучше всего чистая форма, без дополнительных таких изгибов. Насчет рук. Я люблю рисовать такие, знаете, толстые маленькие пальчики. Я рисую их просто строком. Опять же, все зависит от стилизации. У меня довольно такая контрастная графика. Есть большие какие-то формы, да, объемные. Есть какие-то маленькие, там, как глаза. Или сейчас еще до кинем сюда каких-нибудь деталей. Пальцы, например, те же самые. Все зависит от вашей стилизации. Поэтому так важно, чтобы у вас была насмотренность. Чтобы вы могли просто выбрать из того, что вам нравится. Что вам ближе всего. Так, чтобы это не выглядело, как будто он робот. Хотя, в принципе, может выглядеть и так. Я буду редактировать дополнительно еще пальцы. Здесь тоже почистим. И, например, мизинец можем вообще как бы подогнуть немного. Или так было неплохо. Чтобы была какая-то у нас динамика. Да, мне нравится. Так у нас форма повторяется здесь и здесь. А тут у нас такие большие крупные пальчики. Пальчики мы можем с вами и отредактировать. Сделать им экспант, например. Сказать окей. И затем, допустим, добавить немного толщины. Как будто здесь есть ноготок. То же самое пробую сделать здесь. Чтобы у нас не было просто одинаковых таких модульных моментов. Да, повторяющихся. Какое-то такое небольшое сужение. Можем все это сделать и с остальными пальцами. Но, в принципе, я вам показала. Сейчас на это не буду тратить много времени. В принципе, чем детальнее вы все это дело проработаете, тем лучше и, скажем так, убедительнее будет выглядеть ваша графика. Я обожаю рисовать персонажей. Я обожаю вообще работать с векторной графикой. Поэтому мне нравится это все прорисовывать. Давайте здесь докинем какой-нибудь, я не знаю, а-ля поясок у нас будет здесь. Руку я сгруппирую, пожалуй, чтобы у меня была более удобная работа с выделением слоев. Давайте здесь кладем и здесь вынесем на передний план. Тоже на передний. Так, давайте посмотрим, что еще мы можем сделать. Добавлю немного объемчика, чтобы у нас было ощущение, что не в облипку это все идет. И еще сделаю ему рукавчик, конечно же. По спайндерам, вот же он. Да, есть. Можем с вами сделать даже... Можете делать еще второй рукавчик, как будто у него тут какая-то многослойная одежка. Пока оставим так. Что у нас еще остается? У нас остается, естественно, ножки. Ножки в профиль рисовать, конечно же, проще. И для урока ходьбы, естественно, вам понадобятся ракурсы в профиль, я напоминаю. Очень интересно. Готово. И для урока ходьбы, естественно, я дам. Я делаю и для урока. И для урока ходьбы, естественно, я передаю. И для урока ходьбы. Тоже на это нужно. смотрю в целом по пропорциям мне не очень нравится довольно огромная эта нога получается я хочу ее наоборот сделать такой минимально заметный опять же потому что у меня основной концепт такой контраст очень больших проработанных форм и очень маленьких таких тонких каких-то вещей здесь пробуем скруглить да это уже интереснее мне еще не всем нравится этот хвост поэтому я подвину чтобы хвост пропал и мне не нравится здесь конечно острые носок должно быть более плавно да давайте дорисуем подошвь когда работаете спецфайндером не забывайте дублировать оригинальный слой я всегда его дублируем не совсем не нравится этот носок он достаточно активный получился это уже не знаю что это есть то есть надеюсь что я подвинулся в самую partout Такая небольшая дополнительная деталька, главное не переборщить, чтобы у нас не было того, что у нас какой-то кусочек, слишком тут все шнурочки пересчитаны, все прорисовано, а какой-то кусок вообще не проработанный, этого быть у нас с вами не должно. Возможно, лучше даже без носка этого гораздо лучше. И давайте меньше контраст сделаем, чтобы у нас эти тапки так не бросались в глаза. Нам это ни к чему. Да, что-то типа того, достаточно белой этой полосы, она и так достаточно активная. Давайте подправим тело. Сделаем примерно так же, как у нас было с этой стороны, я просто скруглила. И так же, как у нас было с этой стороны, я просто скруглила. Да, так выглядит гораздо гармоничнее, гораздо лучше. Давайте посмотрим, сможем ли мы сдублировать эту руку. На задний план. На задний план. Так, не совсем удачная здесь получается у нас форма. Я ее, конечно, немного прижму. Единственное, что если у вас такая-то там графика для буквально пяти секунд, и вот вы знаете, что у вас персонаж только так и будет стоять, и на этом все, то в целом это окей. Можно так делать. Но в идеале лучше всего рисовать симметрично. И потом, когда мы будем с вами подготавливать его под анимацию, я покажу моменты, которые будут проблематичны и которые надо делать. Особенно важно симметричненько. Давайте мне просто сейчас для наглядности позы я вытащу эту руку сюда. У нас поменяется, естественно, угол. Здесь он был один, здесь другой. Но для наглядности, чтобы было понятно, как у нас вообще персонаж выглядит. Окей. Давайте дорисуем ногу. Сейчас я рисую под... Не совсем под анимацию. Мне нужно сейчас выработать, в принципе, мой концепт, мою основную идею, какую я хочу, как я хочу, чтобы у меня выглядел персонаж. Поэтому мы с вами будем этот момент еще учитывать, когда будем все это дело формировать по слоям и смотреть, как у нас уже там, для каких целей вся эта история будет. Поэтому учитывайте эти моменты. Сейчас вот с этого положения, я имею в виду, он просто так лихо раз и зашагает, не зашагает. Потому что у нас сейчас эта нога выглядит так, эта нога выглядит так. У нас придется дорисовывать экстра-анимацию какую-то для этого перехода между этим положением и, там, допустим, тем, как он идет влево. Поэтому у нас сейчас, в принципе, концепт персонажа, после чего я прорисую его уже, допустим, в профиль, чтобы он у нас уже непосредственно пошел и было удобнее это все дело анимировать вам же и легче потом работать. Вы можете отрисовать так же, как и я, полностью, да, вот в три четверти фаз и в профиль, заодно у вас будет практика в работе с персонажем, да, дополнительно. Либо можете как бы сразу делать под анимацию его в профиль или в три четверти, но тогда без вот таких изгибов просто ровно он должен стоять, ровные ноги должны быть. Накину подошву. Вот так вот. Ну. 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 Не хочет корректно скругляться, давайте это сделаем самостоятельно. Когда я рисую персонажа на утверждение, под ролик или там просто под какую-то даже гифку, я всегда стараюсь рисовать его и хотя бы в три четверти, естественно в профиль, чтобы клиент мог посмотреть, как это все будет выглядеть и не было потом никаких сюрпризов. Поэтому это совершенно нормально, что мы сейчас с вами рисуем так, а не сразу в профиль. Если вдруг задаетесь вопросом, почему сразу не нарисовать это дело в профиль. Так как у меня здесь такой, видите, залом, идет резкая такая галка, а здесь этой галки нет. Мне это не устраивает, я хочу, чтобы у меня, естественно, эта стилистика повторялась и она должна повторяться не просто рука одна, рука вторая, а в принципе в персонаже. Поэтому следите за этим, когда будет стилизовать своего. Так, ну что ж, давайте нарисуем ему еще небольшую границу, чтобы у нас было понятно. Где кончается одна нога, начинается вторая. Хочу попробовать сделать такие, знаете... Мне сейчас по ходу рисования напомнили эти штаны а-ля треники сейчас, кстати, супер-супер модные. Я хочу попробовать что-то такое же сделать здесь. У меня съехала тень. Давайте попробуем. Так, здесь нам нужно скруглить, конечно. Старайтесь, чтобы форма вот так не заломалась, то есть нога у нас идет по этой направляющей, а здесь следующий вот этот кусок штанов у нас идет вот по этой направляющей. Так не должно быть, нога у нас как бы одна и по ней строится вся форма. Вот так, да, у нас идет сама нога. Так, окей. Я хочу сделать там какого-нибудь другого цвета. Давайте я уберу эту направляющую, чтобы было нам понятней, как красить. И сделаю его в тон этого пояса. Так, кроссовки на передний план. Это все. Давайте попробуем на задний. Есть здесь слишком сильное скругление. Нет, не совсем подходит. Плюс давайте, наверное, знаете, добавим еще одну точку, чтобы у нас появился объем. Вот так, вот так и вот так. Попробуем теперь не так сильно скруглить. А здесь супер сильно. Да, появляется объем и то же самое можем сделать мы и здесь. Так, у нас одна что-нибудь, короче, другое, это не то, что я хотела. Давайте просто поднимем, чтобы у нас все это дело совпало. Здесь тоже можно добавить еще одну точку. посмотреть, чтобы у нас появилось еще одно такое небольшое скругление здесь. Как по форме у нас ложится этот ботинок. Он у нас не плоский персонаж. Так уже гораздо лучше. Еще мне не хватает, конечно, тени здесь. Можно с вами ее поместить сюда. temple, потом. стен. Еще пятьrus, я ловю женя. Так же . Вот так. Так, и давайте сделаем, наверное, как маску, посмотрим, как это будет выглядеть в принципе. Мне не нравится это скругление, оно получается не совсем такое, как мне хотелось бы, поэтому я сделаю скругление по старинке. Так мне нравится гораздо больше. И чтобы у нас вот под рукой была такая какая-то тенюшка. Так, выходим, смотрим, что у нас еще интересного здесь. Можно еще добавлять тени сюда, добавлять тени на там руки, например, еще что-то. Я сейчас ограничусь тем, что дорисую карманчики и будем с вами смотреть, как все дело бить, как все дело подготавливать под нашу задачу. Давайте дорисуем кармашек. Так. Так. Продолжение следует... Так, ну и, конечно, чтобы у нас была симметрия, добавлю его сюда. Только у меня пониже. Пониже и давать, наверное, не такой объемный, потому что очень удобно. Какой-то тут полный карман непонятно чего. Добавим здесь тоже толщинки немного. Что у нас было поинтереснее вообще наша графика? Здесь у меня остался острый этот угол. Убираем его. Давайте оценим, что у нас получилось. А получился у нас такой достаточно несложный персонаж. Очень миленький. У него все в порядке со стилизацией. Мне все, в принципе, нравится. Но у нас есть одна проблема. Он совершенно не подготовлен под анимацию, под наш дальнейший риг и анимацию походки. А анимацию походки, как я уже говорила, мы будем делать с вами в профиль, естественно. В профиль или можете попробовать в три четверти. В три четверти делать гораздо сложнее. Я рекомендую все-таки начать с профиля. Что у нас здесь не готово? Во-первых, у нас персонаж находится в три четверти. Нам нужно довернуть его в профиль. Посмотреть, как он будет выглядеть в профиль. И после этого нам нужно будет побить все это дело по слоям. У нас есть с вами уже нога для профиля. Мы ее, наверное, можем сдублировать. Давайте, в принципе, сдублируем нашего персонажика и будем его уже делать под наш вид сбоку. У нас есть вот эта нога. Она, в принципе, уже подходит нам под профиль. Если вам нужно завернуть фаз, то у вас есть вот эта нога. И она смотрит на зрителя, а она полностью подходит вам под фаз. Поэтому из три четверти делать гораздо, конечно, легче. Графику затем в профиль, наоборот, фаз. И у нас все это гораздо легче. Я убираю сейчас все лишнее. Эту руку я тоже удалю. Так, есть. Эту руку я пока отставлю. И тень я пока тоже уберу. Если что, потом мы всегда можем с вами ее докинуть. Пусть будет. Что я делаю с этой ногой? Ставлю ее, естественно, по центру. И давайте с вами подредактируем эти все точки. Сейчас так будет не совсем удобно. Давайте верхнюю подтянем. Просто выпрямляем как бы ногу. Ничего страшного. Можно выпрямить. Можно просто дорисовать новую. Можно здесь не делать такой, как бы, дикий наклон, как у меня был он сделан. Ну, давайте попробуем. Да, здесь потом скругли. А здесь можем, в принципе, эту точку удалить. И нам сразу станет легче с вами редактировать вообще эту ногу. Так, это сюда, а это тоже поближе. Ну, и это, разумеется. Так, уже больше похоже на правду. У меня тут немного светил ботинок. Не страшно. Так, подставим под нашего красавчика. Чтобы персонаж стоял увереннее, я сдвигаю это все дело немного назад. Помним о направляющих. Нога у нас идет вот так, затем вот так. Давайте я нарисую, наверное, чтобы примерно анатомически понимать. Вот так идет бедро и вот так идет у нас волень. Поэтому мы можем с вами добавить сюда еще точку. У нас она была изначально здесь, но мы убрали, чтобы было легче. Вот этот инструмент. Легче редактировать. И можем тогда уже добавить дополнительный такой объем под колено, как бы. Так будет правильнее. И смотрим на направляющую, чтобы у нас нашла как раз вот там колено условно. Да, примерно то, что нужно. Так, попку ему тоже я скруглю. Можно наоборот выделить. Я не знаю, кому как больше нравится. Здесь такой вопрос вкуса, опять же. Ну, пусть будет. Так, что касается туловища, в принципе. Так, что у нас тут какие-то лишние элементы. Туловище можно перерисовать, потому что торж у нас с вами немного иначе начинает выглядеть. Он сейчас слаблю направляющую, чтобы у нас было все ровно. Я буду стараться рисовать, чтобы был максимально корректный поворот, скажем так. Туловище у нас выглядит немного иначе, потому что здесь появляется такой изгиб на спине. Ну, это если касается таких, опять же, плавных форм, плавных линий, более привязанных, скажем так, к человеческим пропорциям и тому подобного. То есть, да, здесь будет появляться такой изгиб спины, изгиб, возможно, плеча. Зависит от того, как у нас будет сейчас плечо вывернуто. Поэтому, как вам больше нравится. Опять же, если у вас будет геометрический какой-нибудь персонаж, то без проблем. У вас здесь вообще может ничего не поменяться, как бы как был прямоугольник, так и остался. Так, мне нравится, когда повыше. Да, вот так мне больше нравится. А руку мы, в принципе, можем оставить и такую, как была. Вот она отлично сюда ложится. Все вообще классно. Ну и сзади там старая. Уберу эти направляющие. Мы нам больше не нужны. Давайте немного подрыхтываем вот эту часть. У нас здесь как-то все съехало. Это не совсем то, что мне нравится. И уберем вот эти хвосты. Потому что нам нужно, чтобы все было супер чистенько, супер вообще аккуратно. Так, здесь какая-то толщинка идет. Я помню, что у нас есть небольшой такой объемчик здесь. Давайте его тоже докинем. Я пока не объединяю слои, как вы видите. Не объединяю объекты. Мне так просто легче редактировать отдельно. Отдельно этот объект, отдельно этот объект. Поэтому я не убираю это все. Но, в принципе, как бы можно уже где-то на этом этапе это все и редактировать. Что сейчас нехорошо? Нехорошо у нас для анимации это вот это плечо. Оно мне совершенно здесь не нравится. Нам бы здесь в идеале получить какое-нибудь скругление. Так, у меня ничего не поломалось? Нет, ничего. Здесь, как видите, очень много всяких точек. Это вообще не оно. Так, удаляю я все лишнее и пытаюсь сделать здесь какое-то скругление. Почему скругление? Вообще в суставах должен быть в идеале, скажем так, какой-нибудь... Должна быть окружность. Сфера, неважно. Ну, у нас в данном случае мы работаем с плоской графикой, поэтому да, у нас окружность. Тогда у вас будет идеальная, скажем так, работа сустава. У вас не будет никаких накладок, у вас не будет никаких проблем с поворотами. Поворотами там рук, ног, шеи, то же самое, чего угодно. Вот поэтому здесь у нас будет с вами круг. Здесь у нас с вами будет круг. И, в принципе, на этом, в общем, все. Можно еще в шею, кстати, добавлять. Ну, мы ограничимся, наверное, пока этим набором. Мне не очень нравится, кстати, здесь коленка. Давайте я немного подниму. Она как-то слишком вниз уехала. И еще, кстати, сейчас, видите, есть такая неустойчивость немного у персонажа, потому что у нас немного далеко находится относительно центра тяжести. Да, у нас центр тяжести здесь, в пелвисе, в тазе, тазу, я не знаю, извините за мой русский. У нас находится здесь центр тяжести, а ноги у нас выходят слишком-слишко вперед относительно этого центра тяжести. Поэтому я еще немного, вот совсем на чуть-чуть, буду сдвигать свою стопу. Теперь у нас такая общая направляющая идет сюда, вторая идет сюда, и у нас центр тяжести выглядит теперь отлично. Да, у нас посередине центра тяжести находится как бы середина стопы. Все выглядит гармонично, выглядит классно. Это касается не только, опять же, таких более-менее реалистичных персонажей, это касается любых персонажей. Центр тяжести вообще это супер важно, особенно плотно мы о нем будем говорить, когда будем анимировать уже походку. Там будет этот вопрос вообще постоянно у нас с вами стоять, звучать. Поэтому вот сразу такая небольшая затравка. Так, ну и мне не хватает здесь кармана. Давайте его просто сдублирую, его, да и все. Вот, здесь у меня будет карман. Можно еще докинуть, естественно, сюда какую-нибудь тень. Давайте это сделаем. И будем уже с вами все это дело подготавливать и резать. Потому что резать здесь вообще супер-супер важно. Почему важно? Потому что иногда работая с иллюстраторами, просто вот, которые рисуют статическую какую-нибудь графику, я понимаю, что нет совершенно никакого понимания того, как вообще должен быть порезан персонаж, как его стоит рисовать, как его не стоит рисовать. Иллюстраторы часто рисуют здесь одну какую-то монолитную тень, и ты потом должен думать и плакать, как вообще это все обрезать, чтобы она, рука имеется в виду, корректно деформировалась, и эта тень не заламывалась, и все было классно. Поэтому нарезать это все дело под анимацию, это, конечно, отдельная история. Давайте на передний план и как-нибудь так. Да, я думаю, отлично. Я думаю, мы с вами готовы. Давайте будем все это дело нарезать. Прежде всего, я уберу все, что мне не нужно, на другой отдельный слой. Вот мои слои, давайте поместим их сюда. На другой отдельный слой и назову это как-нибудь трэш. Пусть будет. Что еще могу сказать? Когда нарезаете слои, пожалуйста, их хорошенечко и логично переименовывайте. Потому что сами потом запутаетесь в layer 1, layer 2, layer 3. Я группирую по смыслу. Значит, голову и все остальное я группирую в один объект. Рука у меня еще один объект. Туловище, все вместе с тенью, еще один. И ноги, это будет еще одна группа объектов. Давайте это выделим. Еще один объект. Так, все, видите, есть. Теперь я беру свой основной слой. Давайте напишем ему как-нибудь mail, чтобы понимать. И правой кнопкой по вот этому бутерброду я говорю команду release to layers. И режим у нас будет sequence. Вот. Иллюстратор бьет ваш слой на подслои. То есть изначально здесь были группы. Видите, это не слои. После этой команды у нас в нашем, скажем так, материнском слое появляются подслои. И часто ребята-новички, которые делают эту команду, они не доводят ее до конца. Они подумали, что вот же появились слои, и все окей. Я могу импортить это потом в автор и спокойно работать. У меня будут слои. На самом деле не так. На самом деле у вас появляются подслои, а автор не считывает эти подслои. Он все еще считает, что у вас есть только один вот этот main layer. Поэтому вам нужно выделить ваши подслои и вытащить их просто за пределы вот этого материнского условно слоя. Он становится пустым. Вот видите, проверяете. И мы можем его с вами благополучно удалить. Все. Нам он больше не понадобится. Теперь у нас появились слои вот одна рука, вот туловище, вот нога. Так, это кто у нас? Здесь какой-то пустой опять слой. Давайте его удалим. Здесь тоже. И голова. Проверяйте слои, чтобы у вас все было на месте. И голова. Все это дело я переименовываю. Обязательно переименовываем с вами латиницей, английскими буквами. Обязательно. Иначе это все будет очень потом печально в авторе. Могут выпадать ошибки, не все скрипты могут корректно работать. И вообще, может быть, просто кошмар. Обратите внимание, когда я работаю с персонажем в профиль, я всегда даю обозначение для рук и ног. Front hand или back hand. Поэтому у меня идет такой префикс, да, такая приставка F front. Или там будет back, это будет B. Я делаю всегда с нижним подчеркиванием, чтобы не было тоже никаких проблем потом в риге, не было никаких проблем в понимании вообще, что происходит. Поэтому два ключевых правила. Первое. Используем с вами латиницу. И второе. Используем вместо пробелов нижние подчеркивания. Просто поверьте на слово. Давайте без вашего грустного опыта, только используя мой грустный опыт, всяких ошибок, багов, слетов, ригов, дудлайнов, всего остального. Вот. Просто поверьте, что так гораздо комфортнее и удобнее работать, и надежнее, самое главное. Так. Окей. У нас все здесь есть. Давайте начнем с самого простого. С головы. Голову я разгруппирую. Ctrl-Shift-G. Есть. Вот у меня все по отдельности. И голову я тоже разобью на слои. Вот у меня мои слои. Вот они. Я их также точно вытягиваю за пределы основного. Слоя его я могу удалить. И теперь мне нужно побить это все дело по смыслу. Значит, давайте начнем с того, что лежит наверху. Да? Ухо. Вот оно одно единственное. Я голову оставила три четверти. Нам она сейчас не критично важна, поэтому вообще все окей. Голову и вот этот вот, скажем так, нижний слой волос я тоже сгруппирую в один слой и назову это просто Head, естественно. Вот он появился. Этот причесок я положу отдельно в отдельный слой, потому что я его потом могу прикольно занимировать, когда этот персонаж будет идти, у него будут волосы так колыхаться, реагируя на его походку. Поэтому я их назову как-нибудь Top Hair. Окей. Так, давайте вырежем наконец-то эту форму, потому что так будет удобнее. Так, есть. Брови, в принципе, мы можем с вами положить тоже в один слой. Сейчас мы будем с вами работать с мимикой минимально. У нас будет занятие на анимации, когда мы будем работать с мимикой более плотно. Давайте глаза тоже все на один слой. Ну, нос тоже мы можем с вами, в принципе, сделать отдельно. Это у нас шея и рот остался. Все. У нас появились пустые слои. Давайте их поудаляем. Они нам больше не нужны, потому что мы пообъединяли там некоторые, да? Давайте глянем, что у нас вышло. Все, ничего мы не потеряли. Голова у нас на слои побита, переименована. Все теперь понятно. Все вообще классно. Так как мы будем с вами делать три головы, и она у нас будет вращаться, то ухо у нас будет тоже, допустим, то, которое у нас фронтально, да? Фронтально, и там потом будем дублировать то, которое будет за головой. Окей. Прячем все, чтобы не отвлекаться. Туловище. Туловище мы будем анимировать с помощью папетов. Его здесь гнуть, поэтому нам понадобится только один, единственный слой. Поэтому бить мы туловище не будем. И давайте перейдем к интересненькому. Так как я уже сказала, в суставах нам нужны с вами окружности. Чтобы нам с вами все это дело побить по-человечески, я беру инструмент Ellipse и рисую окружность. Каким-нибудь другим цветом желательно, чтобы мне видеть это все. И ставлю эту окружность. в наш сустав. Стараюсь максимально точно попасть, чтобы у меня не было вот таких просветов, потому что будет неудобно обрезаться. Вот прям это будет слишком. Да, примерно так. Так у нас более-менее. Давайте здесь еще немного наверное выровняем все-таки относительно этого залома. Давайте, потому что у нас здесь явно будет изгиб. А эту сторону мы, если что, потом подгоним. Так, ну давайте попробуем. Если что, мы всегда можем форму подогнать. Это не страшно. Так, все это дело разгруппировал. И сейчас мы будем отрезать отдельно плечо, да, отдельно предплечье. И на конце каждого из этих элементов у нас должен быть с вами круг. Давайте все это дело порежем. Я дублирую это все. Так, есть. И теперь я просто удаляю лишнее. Здесь надо аккуратненько. Вот. Первая часть есть. Ctrl-F. И давайте еще раз. Ну а теперь удаляю уже для предплечья. Вот. У нас отдельно получается каждая из этих частей. И я дублирую, конечно же, сюда этот кружочек на передний план. У меня здесь некрасивый залом. Давайте его просто подчистим. И кроме того, у меня здесь не замкнутая форма. Я ее, пожалуй, замкну. Сейчас вынесем на слой и я ее замкну. Вот как-то. Так. Так уже полегче, почище выглядит. И давайте с вами выбираем плечо. это рука у нас, это часть тела. И обязательно с кружочком в центре. Ctrl-C. Давайте новый слой. Ctrl-F. Обзываем это фронтально, да. Arm. И говорим окей. Теперь все то же самое делаем для для этой части, да. Второй половинки. Новый слой. И у нас фронтально, это forearm. Есть. Давайте теперь еще отдельно заберем с вами пальцы, да, ладонь. это фронтально, это palm. Прячем слой и смотрим, что у нас в результате получилось. Так, можем это сгруппировать, пробовать. в результате, когда она с вами будет стоять здесь пивот и будет у нас вращение этой руки, у нас получается идеальный здесь круг, идеальный сустав. Он не корежится, все отлично, все прекрасно. Именно благодаря тому, что у нас здесь с вами расположена окружность. Еще мы можем с вами сделать подобную окружность сюда, чтобы у нас с вами была классная анимация для кисти. Но так как у нас кисть достаточно, скажем так, крупная, да, вот видите, можете потестить сразу, я вращаю здесь, у меня в принципе все окей. Здесь можно обойтись просто скруглением, допустим, вот этой части. Давайте попробуем ее скруглить. Можно обойтись без окружности. Но если у вас более деликатная кисть, не такая, как у меня здесь одним куском, то, конечно, вам придется здесь тоже рисовать окружность. В принципе, этот прием работает для любых суставов, где вам нужно что-то вращать. И таким образом, если я буду немного проворачивать, у меня здесь в принципе все тоже выглядит более-менее прилично. Ну, можем попробовать. Давайте попробуем и сюда поставить окружность. Хотя здесь в принципе это не обязательно. и сюда. Старайтесь делать это все максимально ровненько. Я, наверное, тоже переведу это все в Shape, в Expand Appearance сделаю, чтобы здесь тоже подровнять. Но вообще пальцы классно анимировать, когда они строком сделаны, потому что там просто тогда паз анимировать и у вас получается изгибы пальцев, вам не нужно никакие риги делать, никак усложнять и без того сложную эту конструкцию. Так, ну вот видите, да, с кругом, конечно, гораздо лучше. Давайте круг и оставим. Мы с вами делаем другого цвета, все, у нас рука разбита. Все выглядит классно. Что касается ног. Ноги можем делать с вами точно так же, как и руку. Точно так же разбивать это все дело на части. А можем с вами попробовать сделать это и просто папит тулом. В принципе, система там будет одна и та же. Просто если вы хотите ноги колбаски, чтобы они вот просто гнулись как бэндом, да, вот этим варпом точнее сейчас, ну так, вот так, да, чтобы они просто изгибались по дуге. Тогда и руки, это всех конечностей касается. Тогда вам нужно все оставлять на одном слое. Но я хочу показать вам именно как резать еще раз, чтобы закрепить этот момент. Потому что оставить все на одном слое здесь и как бы все очень просто. А вот как это все порезать, чтобы это выглядело красиво, это надо немножко заморочиться. Поэтому давайте ногу тоже порежем. Но если вы хотите опять же ноги, руки, колбаски, то просто все оставляйте на одном слое. Единственное, что я скажу честно, ноги, руки, колбаски уже как-то вот выходят из моды. Поэтому я их лично не очень люблю. Мне они не очень то, что бы нравились. Хотя вот здесь на такой плавной форме, кстати, они бы выглядели очень даже и ничего. Так, опять я выставляю центр окружности здесь на моем заломе. Он мне помогает ориентироваться, что у меня как бы вот здесь начинается изгиб. Окружность я всегда оставляю, не удаляю, не объединяю ни с чем, потому что просто по этой окружности легче будет центрироваться в авторе. В авторе можно там с помощью кнопки сразу центроваться относительно кого-нибудь объекта. И это гораздо удобнее, чем пытаться попасть в уже объединенный объект. И так, копирую всю эту конструкцию себе, вырезаю и продолжаю как, собственно, с рукой. Удаляю лишние точки. Могу, кстати, не удалять их непосредственно, а вот минусовать. Тогда у вас форма будет замкнутая. Не будет никаких разрывов. Все. А одна есть. Давайте Ctrl F еще разок. И теперь с другой стороны все то же самое удаляем. Так, здесь немного покорежило форму. Это не страшно, мы просто с вами ее вернем как было. Так, в принципе, есть. Давайте Ctrl F и я крашу этот кружочек центральный в наш нужный цвет. Проверяю, все ли окей. Здесь какой-то нахлест появился. Мне он не нравится. Я его просто вот уберу. Итак, есть. Бьем по слоям. Все, как в предыдущий раз. Верхняя часть идет у нас в слой под названием бедро. Будет фронт. Не помню. Вроде так пишется. Иногда еще пишут вот так. Пусть будет. И мне нужен, конечно, кружок еще. Дублирую его в эту ногу. Итак, есть. Что касается стопы. Стопу можно тоже делать отдельно. Здесь тоже делать кружок. Но я покажу такой более усложненный вариант. Комбинированный. Где у нас с вами будет не просто слой. А дополнительно еще будут стоять папеты. Чтобы анимировать носок. Так как анимация именно носка. Именно соприкосновение с землей стопы. Очень-очень важный момент в анимации вообще походки персонажа. Потому что если он у вас будет заанимирован плохо. Или не будет заанимирован вообще. У вас не будет ощущения, что персонаж у вас наступил именно на поверхность. Он будет летать у вас в воздухе. Поэтому здесь у нас будет усложненный вариант Рига. Но все покажу. Так что, думаю, будет не страшно, не сложно. И в целом наш персонаж в общем-то готов. Как делать анимацию, не анимацию, а Рига колбасок. Вот этих вот ног, рук и так далее. Любых конечностей, которые придумаете. Я тоже покажу на уроке, когда уже будем подходить к Ригу. Единственное, сейчас хотелось бы немного поговорить чуть детальнее о домашнем задании. Потому что здесь оно довольно объемное и здесь уже чуть более сложнее получается для понимания. Не такая базовая история выходит с этим всем. То есть есть своя специфика. На домашнее задание вам идет отрисовка персонажа и подготовка его под непосредственно Риг. То есть разбиение на слои с учетом того, как вы соберетесь делать анимацию. Можете последовать моему примеру и разбить так, как это сделал я. Единственное, что не забудьте, пожалуйста, сдублировать ноги, руки. Дублировать слои и переназвать их. Так, убрать здесь F, убрать здесь копию, добавить здесь букву B и это все дело почистить. То есть про вторые руки, ноги не забывайте, сдвиглируйте их сразу и чтобы все у вас было хорошо и подготовлено. Рисуйте персонажа. Мы будем с вами делать, как я уже сказала, походку в профиль, поэтому можете отрисовать сразу персонажа в профиль. Но будет хороший бонус, если вы также отрисуете его, допустим, в три четверти, в фаз, заодно потренируетесь, заодно у вас будет уже такой полноценный концепт персонажа. Можете его уже как-то презентовать, интересно оформлять. Мне нужен, я ожидаю от вас, антропоморфного персонажа. Это может быть что угодно, и главное, чтобы это был а-ля человек на двух ногах. То есть мы не будем делать анимацию собак, лошадей. Там вообще своя специфика, это еще сложнее, чем сделать анимацию просто многого существа. Разбивайте все это дело по слоям. И здесь есть небольшая оговорка. После того, как мы с вами сделаем анимацию ходьбы, мы с вами еще будем работать с анимацией лица, с мимикой. И будем пытаться делать липсинг и вообще всю эту историю смотреть. Поэтому вы можете сразу с расчетом на это делать своего персонажа более детализированным, чем я это сделала сейчас. Потому что в липсинге нам будет нужен только вот такой портретный формат. То есть по плечи мы будем с вами анимировать. И чтобы на персонажа было не скучно смотреть, вы можете добавить ему побольше деталей. Но опять же не увлекайтесь, потому что вам это все потом анимировать, чтобы вы совсем не загрустили со всеми этими ригами и пассами и прочим. Поэтому вы можете либо сделать одного персонажа на оба задания для анимации, либо потом вам придется еще дополнительно рисовать еще персонажа по плечи для липсинка. Я советую в качестве экономии времени, естественно, сделать одного, просто его нормально проработать и для первого задания, и для второго задания. И таким образом сэкономить немного времени для дальнейшей практики. Но опять же, это мой совет. Вы уже смотрите, как вам больше нравится, сколько у вас времени и сколько у вас вообще, не знаю, вдохновения на всю эту тему. В общем, на этом у меня все. Надеюсь, получилось рассказать все нюансы, которые нужно учитывать в отрисовке персонажа под анимацию. Как видите, у меня довольно несложный такой вышел персонажик. Все покрашено в локальные цвета. Естественно, вы можете добавлять гораздо больше деталей. Например, как здесь. Здесь также мало, как здесь. Любая стилизация, которая вам больше нравится, все на ваш вкус. Мне главное было показать вам принцип, которым я руководствуюсь, когда анимирую. Ну и надеюсь, а теперь еще и вы. Так что все. Всем пока. До встречи на следующей лекции. Субтитры сделал DimaTorzok